приветствую вас друзья на своей маленькой кухне сегодня на обед у меня будет уха из петуха в прямом смысле этого слова приступим зашел сегодня в магазин хотел купить рыбы и не мог удержаться морские петухи такого хорошего качества попадаются очень редко я как-то разбрал принес домой пока домой я донес он уже пропал я был конечно очень расстроен назад я не пошел овчинка выделки не стоило в этот раз я взял 5 штучек этих морских петухов я опущу на уху я с этой рыбы еще не работал как таковой но это ничего страшного это мелочи жизни значит я ее раздел полностью разделаться на очень легко очень просто чешуи у нее практически нету то есть все как обычно вырезаем клоаку надрезаем сбоку как обычно рыбу проще всего нарезать не в середине вот так вот спороть а именно надрез сделать сбоку сделал надрез сбоку потрохов у нее очень мало поэтому с ней работать было одно удовольствие перед тем как я ее разрезал и вынимал потроха я для начала ножницами обрезал все плавники сверху не полу этого сделать невозможно потому что здесь они такие слишком невысокие спиной плавник поэтому я его стал отрезал для начала здесь головные плавники и потом действует есть хвостовые плавники их немного и сам сам хвостовой плавник основной а вот эту часть я ее если вы видите хорошо то я ее срезал то есть каким образом чтобы у меня рыба не выскальзывала значит хорошо зажать и острым ножом срезать этот хвостовой плавник он идет практически по всей длине туловища рыбы все и потом смотрите у этой рыбы очень внимательно нужно быть у нее здесь вот где жаберные крышки здесь такое есть очень очень нехороший шип не знаю видно ли его будет вы часто может быть камера возьмет ним нужно быть очень осторожно значит голову отрезаем с обеих сторон сначала здесь наискосок надрезаем рыбу переворачиваем и здесь наискосок надрезаем затем ножницами ножницами в этом месте делаем надрез и спокойно у нас раскладывается голова вот таким образом и сами жабры еще раз здесь надрезаем и они спокойно вынимаются рыбу при нем промываем все готово если говорю что нужно быть осторожны вот с этими шипами которые находятся на голове количество ингредиентов для этой ухи вы найдете в рецепте который будет находиться под видео для ухи мне понадобится морской петух рыбный бульон ссылка на него есть на моем канале я укажу морковь сельдерей лук-порей луковица фенхеля 2 лавровых листа 5 можжевеловых ягод 2 гвоздички четвертинка бадьяна 4 картофеля сорт картофеля по-немецки мельчкохенде картофель то есть картофель которые при варке хорошо разваливается богат крахмалом также понадобится соль французский вермут но лепра оливковое масло и манная крупа первым делом я очищаю картофель разрезаю пополам и отправляю на плиту чтобы он у меня варился отдельно сразу его присаливаю добавляю кипятка что процесс у меня проходил намного быстрее все картофель варится следующим шагом я нарезаю мои овощи фенхель помельче ну и корень сельдерея его тоже можно порезать не так крупно так лук порей я оставляю вот так так как я лук особо не ем не люблю поэтому я его отварю целиком а потом мы вытащу и супа и выброшу так рыбу как вы уже заметили я рыбу уже предварительно раздел это видно по видео сейчас я ее только порежу на такие небольшие кусочки то есть на на три куска достаточно так у меня также записались в морозильнике две маленькие красноперки я отправлю туда же и головы я их предварительно почистил убрал глаза они у меня чистенькие я буду мой бульон уже как таковой готов я взял с морозильника он еще даже до конца не разморозился и в нем же я доварю голову потом я их удалю рыбьи головы и красноперку я залил холодным бульоном сразу добавляю сюда лавровый лист предварительно размятые можжевеловые ягоды гвоздику и бадьян и пускай это у меня все варится а я займусь овощами кастрюлька для овощей уже разогрелась добавляю оливкового масла и отправляю сюда свои овощи ну вот овощи уже приобрели приятный аромат сейчас самое время добавить немного вермута если мало ли у вас нет вермута вы можете прекрасно работать с белым вином если вы не употребляете алкоголь то оставьте так как есть я дам немного алкоголю выпариться и уберу овощи в сторону будут ожидаться приготовления картофеля и бульона овощи я присаливаю мой бульон закипел ну как такового особо сильного белка у меня нет который бы которого бы я мог то есть пенки которую бы я мог снять по тем я оставлю его сейчас буквально 15 минут повариться и потом я его просто процежу через бумажное полотенце мой мой бульон уже практически готов и я уже заранее посоленную рыбу добавлю кипятка тем самым я свяжу белок чтобы каждая клеточка рыбы закрылась а и рыба внутри оставалась сочная ведь она уже сразу мне побелела то есть это вот это весь белок который мне в моем супе дальнейшем не нужен подержу буквально минутку и воду солью картофель мой сварился я его так вот грубо слегонца немного разомну буквально вот чуть-чуть этого достаточно оставлю в сторону бульон мой готов я его процеживаю через бумажную салфетку сразу же сюда в бульон отправляю свои овощи ставлю на плиту и даю закипеть как только бульон у меня закипит я буду его загущать манкой так моя ухо закипела и я добавляю буквально 2 столовые ложки сборкой манной крупы тем самым я хочу свой суп немного загусить придать ему так называемую бархатистость сейчас я посмотрю вот будет ли мне достаточно 2 столовые ложки может быть придется добавить еще одну я добавил еще одну ложку манной крупы и теперь я перекладываю рыбу в кастрюлю добавляю свой картофель доведу уху до кипения и дам не покипеть на медленном огне еще буквально пять минут чтобы рыба дошла все суп мой приготовился последний штрих я добавляю укроп перемешиваю суп у меня готов очень важное примечание хочу немного добавить что по овощам фенхель готовится дольше всего имейте это ввиду чтобы не получилось так что вы раньше времени опустите картофель и рыбу то есть дождитесь чтобы действительно фентель приготовился ну что я вам могу сказать фантастик точнее даст из фантастиш но этот даст из фантастиш в 2020 году намного интереснее того даст из фантастиша с 80-х но кто знает тот поймет вкус изумительный запах обворожительный с таким супом не стыдно отмечать воссоединение германии на этом друзья мои я с вами прощаюсь мне было приятно что вы уделили время для просмотра моего видео надеюсь оно вам понравилось приятного аппетита и до новых встреч